Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы проведем с вами урок русского языка. Тема сегодняшнего нашего урока, а впрочем, почему я все время говорю вам готовую тему урока. Давайте сегодня сделаем по-другому. Тема нашего урока зашифрована. Прошу вас, запишите, пожалуйста, эти числа себе в тетрадь. А для чего? Вы сейчас узнаете. Готовы? Отлично! Но тогда открою вам секрет. Эти числа – зашифрованные названия урока. Не волнуйтесь, я помогу вам его расшифровать. Обратите внимание, вот он, наш дошифровщик. Соедините, пожалуйста, нужные числа с нужными буквами и получите название нашего урока. У вас одна минута, время пошло. Уверена, что многие из вас очень быстро справились с этим заданием. Проверим. Итак, у нас были даны следующие числа. 1, 15, 20, 16, 15, 10, 14, 29. Самые наблюдательные из вас сразу сообразили, что два одинаковых числа обозначают одну и ту же букву. И, наверное, сразу поняли, что 1 – это первая буква алфавита. Ну как, получилось слово? Я не сомневаюсь. Проверяем. Совершенно верно. И тема нашего сегодняшнего урока – антонимы. Сразу возникает вопрос. А что такое антонимы? Напоминаю, антонимы – это слова, относящиеся к одной и той же части речи, но противоположные по смыслу или имеющие противоположное значение. Тогда назовите мне, пожалуйста, слово, противоположное данному определению. Правильно. Слово, противоположное антониму – это синонимы. Итак, что же такое синонимы? Синонимы – это тоже слова, относящиеся к одной и той же части речи, но близкие по значению. Сегодня мы с вами говорим об антонимах. Вы должны были дома выполнить упражнение номер 418, записав и подчеркнув антонимы. Давайте проверим, как же вы справились с этим заданием. Язык может быть добрым другом и злым, жестоким, коварным врагом. Мы говорим слово «друг» и «враг». Слово можно излечить и ранить. В первом предложении к одному слову, обратите внимание, «добрым» подходит сразу несколько антонимов – злым, жестоким, коварным. У вас также? Отлично. Какая-то часть речи – прилагательная. А член предложения – определение. Следующее предложение. Мы говорим слово «друг» и «враг» и сразу слышим антонимы. «Язык может быть добрым другом и злым, жестоким, коварным врагом». Обратите внимание, здесь к одному слову «добрым» целых три антонима – злым, жестоким, коварным. А еще антонимы – другом, врагом. Выражены они разными частями речи. Мы говорим слово «друг», «враг», существительные антонимы. Слово можно излечить и ранить. Обратите внимание, ребята, можно излечить составное глагольное сказуемое. Оно разбирается только вместе. Также вам нужно было выполнить грамматическое задание. Обратите внимание на циферку 5. Давайте сделаем это вместе. Мы говорим слово «друг» и «враг». Слово можно излечить и ранить. Определяем части речи. Мы, местоимение, говорим глагол. Слово существительное, друг существительное и служебная часть речи. Совершенно верно, союз. Враг существительное. Словом существительное в творительном падеже. Можно излечить. Я об этом вам сейчас говорила. И служебная часть речи. Ранить глагол в неопределенной форме. Если у вас так, значит домашнее задание вы выполнили правильно. Действительно, ребята, слово – это важнейший инструмент, которым можно обладать и с пользой, и нанеся огромный вред. Известный поэт говорил, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно войска за собой повести, словом можно предать и продать и купить, слово можно в разящий свинец перелить. Поэтому будьте всегда осторожны, когда вы что-то говорите, думайте, какие слова вы произносите, и особенно, когда они относятся к близким вам людям. Большим мастером слова был известный русский поэт. И даже не называя его имени, а только начиная читать первые строки его стихов, каждый из вас с раннего детства без труда может его узнать. Хотите проверить? Ну что ж, у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево, сказки говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на невиданных дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей, знакомая из детства сказки. Правда? Предлагаю, ребята, открыть вам учебник на странице 178 и просмотреть упражнение 419. Как раз-таки об этом стихотворении мы с вами сейчас и говорили. Это, ребята, стихотворение, которое легло в основу большой поэмы, написанной Александром Сергеевичем Пушкиным, Руслан и Людмила. Мы с вами сейчас должны записать это упражнение, определить антонимы, какой частью речи они выражены и выполнить грамматическое задание. Я уверена, что в четвертом классе вы уже все научились писать не только красиво, но и достаточно быстро. Ну а те, кто не успел, догоняйте нас. Мы же приступаем к следующему этапу. Определяем наши антонимы. Нашли? Проверяйте. Итак, днем и ночью. Какая часть речи? Наречие. А член предложения? Конечно, обстоятельства образа действия. Далее, смотрим. Нашли. Проговариваем. Налево, направо. Еще. Говорит. Заводит. Налево, направо. Так же, как днем и ночью. Отвечает на вопрос, когда или куда. Значит, это часть речи. Наречие. А вот говорит и заводит часть речи. Совершенно верно. Глагол. Спасибо, ребята, что вы сегодня на уроке так внимательны. Ну а теперь грамматическое задание. Фонетический разбор. Слово «зеленый». Сначала делю я слово на слоги. Зе-лё-ны. Затем записываю в ряд буквы и обозначаю звуки. Зе-зе. Мягкий. Это согласный, парный, звонкий, мягкий. И. Слышится «и», потому что мы говорим «зеленый». Гласный. Про гласный мы можем сказать только ударный или безударный. В данном случае безударный. Л. Обозначается «мягкий», потому что после него идет звук «ё». Йо. Согласный, непарный, сонорный. Про сонорные мы знаем, что они всегда звонкие, мягкие. Так как «л» у нас мягкий, то протяжное звучание этого слога дает нам звук «о». Зелёный. Это гласный и в данном случае ударный. Йо, ребята, всегда ударный. Именно поэтому здесь мы и не поставили знак ударения. Н. Согласный, парный, непарный, звонкий, твёрдый. Йо, гласный, безударный, звук «и», буква «и», краткий. Согласный, непарный, сонорный. Сонорный всегда звонкий, а про «и», краткий мы знаем, что он всегда мягкий. Ну что ж, подведем итоги. Итак, в нашем слове семь букв, семь звуков, три гласных, четыре согласных, всё сходится. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Слагов три, второй ударный. Успели? Замечательно. Ну что ж, мы хорошо поработали, и я вам предлагаю немножечко размяться. Если хотите, можете оставаться на своих местах. Желающие могут встать. Мне очень интересно, как во время сидения дома вы сохраняете своё здоровье. Я очень хочу проверить, остались ли вы такими же внимательными и скорыми на реакцию. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Готовы? Отлично. Смотрим. Нос, рот, голова, уши, щеки, лоб, глаза, плечи, плечи, шея, грудь. Не забыть бы что-нибудь. Руки, бедра и живот. А теперь наоборот. Руки, бедра и живот. Плечи, плечи, шея, грудь. Не забыть бы что-нибудь. Нос, рот, голова, уши, щеки, лоб, глаза. Успели? Отлично. Я думаю, что скорость реакции вашей вас не подводит. И даже сидя дома, вы не стали ленивыми и неповоротливыми. Ну а раз вы отдохнули, можем продолжать. Итак, следующее задание. Прочитайте, пожалуйста, предложение и определите, какой частью речи являются антонимы. Вот эти предложения. То я в клетку, то в линейку. Написать во мне сумейка можешь и нарисовать. Называюсь я? Совершенно верно. Тетрадь. Эту загадку мы знаем все с первого класса. Ну а теперь смотрим. Клетку. Антоним. Линейку. Написать. Антоним. Нарисовать. Я подчеркнула члены предложения. Помогите мне определить части речи. Итак, клетка, линейка. Это? Слышу. Существительные. Написать. Нарисовать. Что сделать? Это глаголы. Глаголы неопределенной формы. Следующее. Долго ли, коротко ли ехал Иван Царевич и выехал к избушке? Уже вы видите подсказку. Первое слово, к которому нужно найти антоним, долго. Антоним. Коротко. Спасибо. Добрый плачет от радости, от злой, от зависти. Найдите в этом предложении антонимы. Добрый. Злой. Радость. Зависть. Определите, пожалуйста, части речи. Добрый. Злой. Прилагательное. Радость. Зависть. Существительное. Какой же вывод можем мы сделать, ребят? Антонимы встречаются в любой части речи. Закончите, пожалуйста, пословицу, подобрав нужный антоним. Учение свет, а не учение. Совершенно верно. Тьма. Кто хочет много знать, тому надо что? Мало спать. Корень учения горьк. Волос длинный, а он, конечно, короткий. Ну что ж, и с пословицами мы с вами тоже разобрались. Мы проделали большую работу, ребят, и можем сделать вывод. Антонимы используются в образной речи для того, чтобы наша речь казалась ярче и звучала более красочной. Мы с вами подошли к домашнему заданию. Не забудьте записать. На странице 179 вам надо выполнить упражнение 421. Ну и раз сегодняшний наш урок мы начали со стихотворения, я хочу и закончить его тоже стихами. Добрый, злой, трусливый, смелый, толстый, тонкий, чёрный, белый, вверх, вниз, внутри, снаружи, над, под, жара, стужа, чистить, пачкать, день, ночь. Все сюда, ступайте прочь, труд, безделье, смех, рыдание, здравствуйте и до свидания. И вам, ребята, я говорю до свидания, спасибо вам за урок.